Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 6, вопрос 1577. Выступавшие против вас коммунисты на суде говорили о каком-то нарушении вами Конвенции по правам ребенка. Поясните, что это такое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если вы слышали это в суде, то знаете, что мой ответ был дан по Библии. Я сказал, что под этой Конвенцией я не подписывался, и под ней не подписывались ни одна мусульманская страна, ни другие миллиардные страны. Это наши придурки за подачки, за подкормку от масонов. Везде по всем без стыда подписываются. А эта Конвенция направлена только на одно, чтобы развратить все нации, чтобы всех поставить на колени. На разврате подготовить приход своего Мессии, то есть всемирного диктатора Антихриста. Я обещал Богу исполнять написанное в Священном Писании. Вот это и стараюсь исполнять. Конвенция одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Подписана от имени СССР 26 января 1990 года. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 года. Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года. Об этой Конвенции можно сказать, что она на первый взгляд выдвигает справедливые требования к заботе о детях и особенно о детях с изъянами. Но на самом деле все настолько условно, с такими оговорками, с таким цинизмом и разжижением христианства, что нам на нее и смотреть бы не нужно. Тем более от СССР одни осколки остались. Говорят о важности традиций, ценности каждого народа. И при том говорят, что если есть возможность, наличие этих средств, чтобы притворить в жизнь написанное. Забота о духовном развитии. А что они подразумевают под этим духовным развитием Горбачевским? Конечно же, не воспитание по Евангелию. У ребенка вообще нет никаких прав, а есть только обязанности. Когда будет себе зарабатывать, защищать себя, тогда и будут права. Придумали, что ребенка нельзя наказывать. А как же тогда воспитывать хулигана, непослушного? Притча, 13 глава, 25 стих. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча, 22 глава, 15 стих. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притча, 23 глава, 13 стих. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Притча, 23 глава, 14 стих. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притча, 29 глава, 15 стих. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в пренебрежении, делает стыд своей матери. Мать Маковеев, 2 Маковейская, 7 глава. Иди, мой сын, оставь боязнь. Кто не погряз душой в соблазне, тому ничто, ни смерть, ни казнь, тому не страшны муки казни. Да, смерть тем вовсе не страшна, кто чист душою пред Яговой. Лишь и радость вечную она приносит чистому душою. Ты ж не с потопленным лицом предстанешь ныне пред Творцом. Душа твоя кратка, тиха, не знает прелести греха. Мой сын любимый, сын последний, пускай все муки ждут тебя, но и Ягову возлюбя. Как умер старший брат и средний, умри и ты, дитя, теперь, без стонов жалких, без упрека. Умри, мой милый сын, и верь, с тобой всевидящее око. Оно мучителям отметит, пошлет им свыше наказание. Иди же, сын мой, на страданье, иди, иди, котел кипит. Прими последнее лапзанье, а той, кто жизнь дала тебе, пусть я нища, пусть я убога, но все же славлю ныне Бога. Лавров